Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйм и мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Восстание Так, ну что ребят, давайте заберем наши конвертики, это наша энергия И начнем пожалуй мы с вами с того, что Как видите у меня Легион Наш штаб стал 11 уровня Ну что мне за это дали? Мне дали прокачать Кузню До второго уровня, ребят, теперь я делаю мечи, ну в общем оружие второго уровня Так, что еще? Улучшили спальню, уровень второй вот жилой комнаты И позволили еще поставить одну тренировочную Это для того, чтобы и здесь могли тренироваться у нас ассасины и здесь То есть два героя одновременно Так, ну что, это вкратце Так, ребят, еще я хотел сейчас у меня В ассасинах есть герой непризванный Звать ее Беатрис Я ее специально ждал, чтобы вместе с вами ее открыть и посмотреть, что это за герой у нас такой Как видите у нее какой-то значок меча Давайте смотреть, что она из себя представляет и кто она вообще такая Ну я понимаю, что это чистый воин Это у нас не скрытое убийство Да, смотрите Это у нас боец Отрекшаяся аристократка Принять, конечно же Давайте посмотрим У нее, смотрите Очень-очень хорошо развита выносливость Прямой урон Урон по группе И немножечко перемещение То есть вы понимаете, да Это боец прямого назначения Который не будет скрываться Не будет где-то там прятаться А он лицом к лицу воюет со своим врагом Повреждает несколько противников одним ударом То есть вы понимаете, да Когда встает в ряд 2-3 противника То есть она может их сразу всех, как говорится, нагибать Наносить им повреждения Наносит урон от кровотечения сразу нескольким врагам Умеет парировать атаки противника, снижая получаемый урон Это тоже хорошо И уникальный навык Ну, это мы сейчас уже вот здесь вот почитаем с вами Так, улучшенное парирование Ассасин без труда отражает атаку противника Получая преимущество в бою Мгновенное действие Снижает урон от следующей атаки противника на 45% И повышает показатель атаки ассасина на 10% на 8 раундов Вот это вот хорошо Очень хорошо Это очень пригодится нам Давайте смотреть здесь Размашенный удар Это наносит быстрый удар всем врагам перед героем Вот великолепно просто То есть, ну как я вам говорил 2-3 врага будет стоять Она будет наносить урон всем И мгновенно наносит всем врагам перед ассасином 45 базового урона Отлично просто А вот это, видимо, кровотечение, да? Калечащий удар Наносит тяжелые раны всем противникам поблизости В течение 6 раундов наносит всем врагам 120 урона От кровотечения То есть, ха Мало того, что она наносит урон Они еще и истекают кровью постепенно Ребята, а вот в дальнейшем, если вы хотите знать Что будет ждать нашего героя по мере роста Вот сюда нажимаем Подробнее И, ребята, здесь прописываются абсолютно все активные, пассивные умения Вот смотрите Вот это мы сейчас с вами прочитали, да? И на последних, вот видите Их у нас нету Но мы можем уже знать Что у нас будет Что появится Если мы будем качать того или иного персонажа То есть, видите, да? Ранг пятый Все, самое последнее Так что, кому интересно Почитайте это у себя Ну, это мало ли кто, если не знал Также мы переходим в характеристики Если кто не знает, на что влияют вот эти вот бонусы, ребята Нажимайте вот сюда подробнее И все вам здесь русским языком расписывается Характеристики оружия Характеристики Значков Изготовление Скорость В общем, все прописано Так, ну что же Давайте биографию почитаем Мне хочется знать, кто она такая Беатрис де Наваретте Отрекшаяся аристократка Беатрис де Наваретте Родившаяся в эпоху Возрождения Была испанской аристократкой Из Барселоны Она любила жизнь Не считала себя особенной И с детства желала большего, чем Пресное существование человека из знати Беатрис постоянно искала приключения И училась охоте и обращению с мечом у своих братьев Чем сильно расстраивала родителей Девушка охотно ускользала из дома Чтобы пройтись по улицам Барселоны И насладиться ночной жизнью города Во время таких прогулок Она успела подружиться с самыми разными людьми Простолюдинами Маврами Христианами Как-то веселясь с друзьями Беатрис познакомилась с мавританским ассасином Сеидом Аль-Аббасом Который тоже жил в Барселоне В итоге молодые люди полюбили друг друга Обескураженные таким поворотом события родители Беатрис попытались выдать ее замуж За капитана испанской армии Они предупредили, что в случае неподчинения Лишат дочь финансовой поддержки И отрекутся от нее Девушка не уступила Напротив, она решила сбежать с возлюбленным И присоединиться к ассасинам, чья жизнь была ей ближе по духу Вот так вот, ребятушки Отчаянная такая девчуля Но она знала, куда шла И, может быть, даже не прогадала А наоборот, приобрела Ну что же Как вы понимаете До 12 уровня штаба нам очень и очень долго надо будет качаться Поверьте, очень долго Давайте мы с вами посмотрим, что нам здесь выпадет Из бесплатного куба Так, дерево Это кто у нас такой? Кто это такой? Майя Альдабаш Закрываем, понятно Майя Альдабаш Кстати, ребята, я еще хотел вам показать Что у меня, ну, помимо того, что Кого я сейчас открыл, да, нового ассасина У меня и без этого Появились новые ассасины Сейчас мы вам покажем Первый, кто у меня появился Из новеньких, ребята, это Ну, Хорха мы видели, да, по-моему Вот Майя Да-да, именно Майя, ребята Она у нас Дар предвидения Позволяет с точностью Предсказать движение противника Можно использовать только один раз Мгновенное действие На четыре раунда Увеличивает шанс Критического удара На 55% И у ворот на 35% Вы представляете? Крит на 55% и у ворот на 35% Это просто смертельное убийство Будет делать ассасины Которые имеют скрытость Скрытное убийство Вот у нее навыки Ну, это, как мы поняли Предчувствие Показывает движение Здесь у нас орлинное чутье Улучшенная форма орлинного зрения Позволяет обнаруживать цель и задание Позволяет обнаруживать комнату Или комнаты с целями заданий То есть, понимаете, нам не надо будет искать Если какие-то будут комнаты Которые не просвечиваются Она это все выявляет То есть, очень даже хорошая Ну, видите, она Майя Ну, соответствует себе Так, ну, Гаспара Доноса мы читали Изабель Ламелин, по-моему, мы тоже ее читали Вот еще Андреа Кортес Слушайте, я не буду врать Читали мы или нет Но Это тоже у меня новый герой У нее Наносит большой урон Повреждающий броню врага С каждым ударом эффект усиливается Наносит 50% базового урона И на 10 раундов Снижает показатель защиты врага на 20% Может использовать 3 раза И смертоносный выпад Точный и смертельно опасный удар Также может себе лечить раны И Анхела Карилью По-моему, вот это тоже у меня новенький, ребята Смотрите, у нее какой Коварство Заставьте врага потерять бдительность И нанести неожиданный удар Мгновенное действие Наносит 60% базового урона И снижает показатель защиты И атаки на 14% на 10 раундов Неплохо, я считаю, что неплохо Можно даже почитать, кто она такая И смотрите, у нее, ребята У нее идет Лечение, поддержка, перемещение То есть Это такой Саппорт Можно так назвать Поддержка Галимая Потому что прямой урон и выносливость У нее, конечно, хромает Она полевой медик Который может исцелить весь отряд Водушевляет членов отряда И наделяет их инициативой Легко перемещается по комнатам Хотя и не владеет акробатикой Ну да Ангела Карильо Хитроумная куртизанка Ангела Карильо Была куртизанка В известном Севильском борделе Лорейна Сантриэнте Или улыбающаяся королева Королева Принадлежала гильдии воров Ее завсегдатами Были богатые Могущественные люди Будучи одной из самых желанных Женщин заведения В популярности Ангела уступала только Флоре Делакрус Своей лучшей подруге Карильо славилась умом Чувством юмора И умением развязать язык Они говорили, что она рассмешила бы и мертвеца Многие посетители борделя Охотно Выдали бы Все секреты Чтобы провести с ней Лишнюю минутку Ассасины обратились к Ангеле Через своих связных В гильдии воров И предложили ей Использовать свои умения На благо братства Постоянные притеснения Со стороны Солдат Инквизиции И их жестокое обращение С севильскими куртизанками Убедили Ангелу в том Что Такую возможность Упускать нельзя Пополнив ряды ассасинов Ангела провела множество ночей Выведывая для братства Информацию У богачей и офицеров Ну вы понимаете, да, ребят Своего рода Это разведчик Да Вот так вот Ну неплохо Неплохо Честолюбивый наемник Так И Кого мы еще с вами не читали Мы не читали с вами По-моему Про Предсказательницу, да Майя Альбадаш Предсказательница Мавританка Майя Альбадаш Жила Марбелье Эпохи Возрождения И зарабатывала на жизнь Тем, что Предсказывала будущее Хитрости И изворотливости Ей было не занимать Переезжая из города В город Майя оттачивала свое мастерство И заодно Собиралась в Вене Чтобы позже Продавать их Заинтересованным лицам На Майю довольно сильно Повлияли убеждения Матери Та относилась к братству С большим уважением И часто обсуждала С дочерью Основные принципы Кредо Майя познакомилась С Агиларом Когда тот спас Семью мусульман Которых ради забавы Решили убить Испанские наемники Она проникнулась Уважением к Астасину И ее вера В принципы Кредо Еще больше укрепила Майя пожелала Вступить в братство И Агилар Позволил ей Воплотить эту мечту Вот так вот, ребят У каждого героя Есть своя история Мне это очень нравится Вкратце мы вроде бы Прочитали, да Про всех своих персонажей Если я кого-то Упустил То, пожалуйста Напишите мне Так, ну что же А мы с вами Наверное Так, давайте для начала Посмотрим Мы можем кого-то Поставить на тренировку Но в первую очередь Нужно заниматься Именно этим Только лишь Тренированные персонажи Нам нужны Так, и смотрим У меня 11 уровень Поэтому Тут очень много Кого можно поставить Но на всех Тоже не советовал бы Распыляться Ребят На всех Потому что Ну, не хватит вам Вот Андрея Неплохо себя чувствует Поэтому я думаю Что стоит Ей Дать такую возможность Потренироваться Да Пускай Она тренируется Я уже здесь Не трачу Кристаллы Потому что У меня Две тренировки И я могу себе Это позволить Так, но у меня Не хватает Ребята Кодексов Кодексов Катастрофически Мало Так Ну, давайте Наверное Еще константу Потому что Константа Тоже хороша Сколько мы тут Имеется Четыре Называется Подраскачали Ну, и что Хоть немножко Но Пускай Так Ну, а мы с вами Наверное, ребята Отправляемся уже На карту На задание И Будем смотреть Что мы можем С вами Сделать Естественно Я не могу Позволить себе Выполнять Основные задания По миссии Например Вот это Аутодафы Потому что Здесь нужно Очень много Мощи 480 Ни один персонаж У меня еще Пока не имеет Столько Но Возможно Если мы С вами Сделаем Новое оружие И Как говорится Наденем Может быть У кого-нибудь И все-таки Вырастет у нас Мощь Ну, а пока У нас будут Такие вот Маленькие Так сказать Вылазки Оу Здесь еще Ребята Откаты Ну, вот только Здесь есть Что там Что можно Выполнить Нет Давайте Давайте Наверное С вами Немножко Времени Подождем А потом Уже Продолжим Играть Всем привет Дорогие мои Друзья И хорошего вам Настроения С вами Рэй Мы продолжаем Играть в игру Assassin's Creed Восстание И как вы Видите У нас Новое событие Называется Разлом Хеликс Ну, что ж Давайте Давайте Наверное Будем Потихонечку Разбираться Что это И с чем Его Едят Так Поехали Как Нужно Нужно Брать Ассасинов И так Далее Так Ассасины Синхронизация Ну, это Ребята Мы с вами Уже Видели Для нас Это Как Говорится Не Впервой Так Ну, что же Ага Наемники Копейщики У нас Здесь Награда 960 Чего-то Там Ну, что же Я думаю Что надо Начать Хотя бы Посмотреть Ушки На Макушке Требования Для Отреда 230 Мощей Ну, что же Ребята Нам Нужны Здесь Бойцы И Ассасины Так Давайте Посмотрим Я думаю Что в первую Очередь Мы возьмем С вами Агилара Так Как Он Самый Мощный Из Ассасинчиков И Блин Я не знаю Может быть Фу Где же Слушайте Нет Давайте Лучше Мы возьмем Хорхе Так Осталось Нам Еще Одного Ассасина Кого же Взять Константу Или Матео Как думаете А ребята Давайте Наверное Все таки Возьмем Матео Поехали Посмотрим Что у нас Будет Ждать Впереди Ну что же Начали Ага Смотрите Ребята Мы с вами Не по замкам Уже Бегаем А где-то На улице Ну что же Давай посмотрим Так 95% Но это Изи Минус Так А вот с этим Придется нам Подраться Так Клинки бросили В принципе Неплохо Мы у него Отняли Почти сразу Пол здоровья Шикарно Так Я надеюсь Никого не смущает Ребята Что я На ускорение Играю А Так Давайте Наверное Мы Спрячемся Я думал Так будет Лучше Хопа Отлично Так И здесь Кстати Мы тоже Ребята Можем с вами Спрятаться Давайте попробуем Шикандос Отлично Идем Так А это у нас Кто Афинский Фалангит Это что-то новенькое Ребят Так Ну-ка Давай-ка Матэо Посмотрим На что Ты тут Способен Чика Чика его Ех Красавчик Так А этот А Мы можем Спрятаться Давайте Прокатит Не прокатит Прокатил Еще как Ёлки-палки Нифига Мы идем с вами По прямой И тут столько Врагов Ё-моё Так Ну этого Мы уничтожим А вот с этим Придется драться Ребята Угу Ну я думаю Что Матэо Здесь у нас Справится Он довольно Такой сильный У него Здоровье Как у Буйвола Отлично А И вот мы А нет Не пришли Я думал Что уже Все Так Ну-ка Давай Попробуем Хорхе Ты не подведешь Надеюсь Меня Так Что-то Они там Стоят Ариз Благоволит Нам Великие Полководцы Аэции Фадеи Евгений Возглавят Атаку На спартанцев Говорит Афинский Стратег Полководец Евгений Прибыл Прошлой ночью В Аркадию Евгений Здесь Говорят Его присутствие На поле боя Может мгновенно Изменить Ход сражения Так и есть Его военным Талантом Может потягаться Лишь хитроумие Аэция И бесстрашие Фадея Скоро Евгений Отправится В Арголиду Где возглавит Оборону От спартанских Захватчиков Ааа Не завидуем Евгений Нанесет им Сокрушительное Поражение Ага Это значит у нас была миссия Ребята Подслушать Разговор Афинян Ну что же Очень даже хорошо Такое знаете Разнообразие Мне понравилось В общем Так ну что Задание завершено Мы с вами получаем Три звезды Блиц Разблокированный Ушки на макушке Пройдено И значит мы Ага Вот оно что Мы с вами получаем Какие-то непонятные Штучки Но я думаю Что они нам Пригодятся В дальнейшем Может быть Мы какие-то Осколки Собираем Или что-то Будем На них Приобретать В общем Дальше Все это Будет у нас Видно Так И вот у нас Ребята Следующая Миссия Уровень 8 написано Так Тут у нас Рейтинг Прогресс Смерть До заката Ага Так Значит мы Идем сюда Естественно Ребята И нам нужно Опять собрать Отряд Мощей Нужно 240 Но я думаю Хорх Не стоит Нам брать Давайте возьмем Тарика Я думаю Марио Нам пригодится Здесь Да Вполне И Блин Кого же взять То нам Не знаю Мне кажется Агилара Нужно брать Ребята Может быть Я не прав Но попробовать Стоит Так Ну что же Поехали Ага Значит мы Опять начинаем Ребята С вами С улицы Ну что же И должны Попасть Вот в эту Крепость Я так понимаю Или что это у нас Ну в здание Короче Афинский Фалангит Стоит Ну-ка Марио Давай-ка покажи Как ты у нас Орудуешь клинком Так Давай-ка Вот так сделаем Для начала Ай Слушай Ну неплохо Почти все здоровье Отнял С удара Ребят Это очень классно Так А здесь наверное Мы в тихушку Да Агилар Где у меня Агиларчик Давай-ка Бесшумное убийство Не привлекай Внимание Вот так вот Ага Теперь наверх Но тут нужно Как говорится Прямой контакт Поэтому давай Тарик Начнем с тобой Веселиться Так Я не понял Что ты делаешь Что тут Хламон Вот так вот С двух ударов Ребят Мы его положили Мавританская стойка Оу Ну-ка Нифига Ребята Мы С прыжка Его просто Ухоркали Оу Сундук разбит Нифига Мы там понаполучали И все А нет Ребят Я уже думал Конец миссии Нифигашечки Хм А куда же нам пойти Мы можем сюда пойти Ребят с вами Давайте-ка попробуем Накумарим маленько Этого чувачка Ааа Они вдвоем Ну минус один Сразу же причем Слушай А вот это наверное будет Посложнее Мне кажется Хотя нет Так же два удара Да ты достал уже Все Два удара И он готов Ну что же А мы двигаемся дальше Так Афиньянин стоит Хоба С удара Ребят Ну это вообще красота Тарик меня радует В этом плане Блин Надо было не этого брать Ребят Надо было Агиларом Так мы могли бы Просто втихаря бы его Прикокушать И все Хотя Тарик тоже справляется Причем довольно неплохо Мы сами это видим Ребят Он Просто накумаривает Врага Одного за другим Да Тарик у меня Смотрите как Крепкий Не зря я ему Ребята Бердяшку дал Двузвездочную Так Ну что вы тут Вдвоем Приперлись Ну-ка давай Вот так вот Смертельный удар Почему-то Смертельный удар Но Он не сразу Убивает Опа Опа Это кто-то у нас Полководец Евгений Ого Так Это уже Жестковато Ну-ка посмотрим Да вы посмотрите Как мы его накумарили Ё-моё Все Он не жилец А это кто у нас такой Что за бомж Ё-моё Тут Тоже на удар Все по-моему Да Нет Да ребята Слушайте Ну это миссия Вообще Изи Этот Евгений Я там думал Будет Супер Крутыш А мы его просто Разорвали Даже ничего нам Сделать не смог Ну что же Блиц Разблокирован Что же мы вот это Получаем Ребят Такой Какие-то осколки Непонятно Для чего Так Ну ладно Давайте двигаться дальше И мы переходим На следующее задание Так Уровень девятый Да Рейтинг Прогресс Что тут такое Показывают нам Давай посмотрим Ага Так Я на 33 месте Сейчас в данный момент Нахожусь Мда Хочу на первом Быть Ну ладно Хоть на 33 Так А в прогрессе Что такое О Забрать Конечно А Все Я теперь Ребята Понял Что за осколочки Мы с вами Собираем Мы их собираем И получаем Определенный Ревард Так Ну что же Давайте сюда Тогда Пойдем Попытаемся Давайте Хорха Возьмем Да Потом Ассасины И Кого бы еще Это взять Мне конечно Нужно прокачивать Ребята Очень много Кого Но Как я вам говорил Лучше не Распыляться На всех Брать определенных Ассасинов И качать Уже до упора Так Освободите Спартанских Пленников Ого Ну что Кто тут у нас Афинский Стражник А ну-ка Хорха Покажи На что ты Способен Вау Слушай Ну вроде бы Неплохо Но почему-то У него Очень мало Инициативы То есть Он очень Много пропускает А что Я только наверх могу Пипец У него 5% Всего Акробатики Так вы Представьте Да Ползать В таких Доспехах Да Тут я конечно Лопухнулся Да ладно Ти Нет Хорха Так дело Не пойдет Еще-то Ты меня Расстраиваешь Ты вроде бы Мощный Но Он 3 раза Ударяет А ты только Один Так Ну что Матэо Давай попробуем Накумарить Этого Гаденыша Отлично Молодец Самое классное Что он Инициативу Забирает Ребята У врага Соответственно Тут сразу В ступоре Ничего не может Сделать Оу Так Ну давай Вниз Подожди Надо взять Выйти сюда Так Сиганемка Вниз Так Ну Матэо У нас По акробатике Вроде бы Неплох Так что Я В принципе Не переживаю За него И Ликвидируем Под шумочек Так 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 Дальше нам Надо Вниз Перепрыгиваем Блин Неудача Ну ладно Фиксим Немножко Можно позволить Себе Побаловать Да Давай-ка Выкинь его Молодец Так Давайте-ка Так же Под шумок Сейчас Ликвидируем Его Не хочу я Драться Просто Написать Вот так Вот На глушняк Сразу же Без лишнего Кипиша Ой Здрасте Так Ну-ка Давай-ка Давай Во Крит удар Ребят Просто великолепно Ага Нам нужно Вниз идти А вот Ребята И пленники Ну-ка Константа Покажи-ка Ого Очнулся Отважный удар Упс Действительно Отважный был Ну что Афинянин Ты еще Не знаешь На кого-то Наехал Ты наехал На константу Ты знаешь Кто она такая Она твоя смерть Да какой промо Константа Хорош Ее Ребята А вот они И заложнички Фух Так У нас задание Освободить же их Так По идее Все Ну что же Блин Мне понравилось Спасли заложничков Так На три звезды Здесь на блиц Разблокирован И мы Должны С вами Получить Да Вот они Ребята У нас Осколочки Эти Ну а мы С вами Переходим К следующему Заданию Так Это у нас На десятый Уровень Уже Нехватка Припасов Называется Ну что ж Давайте выбирать Так Возьмем Марио Это однозначно Ребята И Агилара По-моему Вот так Будет Самый Смак Хотя Погоди-ка У нас Талик-то Покоцан Давайте-ка Наверное Его Уберем И поставим Себе Хм Погоди-ка Секунду А кого Поставить Да елки-то Малки Давайте Андреа Возьмем А У нее Две Звезды Мощь Вроде бы Такая Неплохая Я думаю Что стоит Ее взять Поехали Будем смотреть Как у нас Эти ребята Справятся С заданием Блин Мне бы У Марио Вторую звезду Где-то Заработать Смотрите Наверху Какие Бонусы Дают По осколкам У меня Если Хорха Был бы В команде Ребята 50 Процентов Больше осколков Бо мы получали С вами Дайте Я попробую Максима Взять Так А в чем Проблема А Елки-палки Не прокатит Думал Сейчас мы С вами Тут разгуляемся Нужно Два Ребята Придется Наверное Взять Тарика Тогда Да Или кто У нас Есть Еще Так Ну Подожди Секунду Блин Марио Возьмем И Ну Придется Тарика Ребят Хорха Не хочу Брать Или Живот Андрея Да Давайте Таким Составом С вами Попробуем Ну Поехали 13 карточек Мы тратим С вами На вход Ну что Поехали Вы посмотрите Ребята Да Какие Красивые Пейзажи У нас Здесь Опачки Опачки Пельтаст Какой-то Афинский Здесь Поджидает Ух Я даже не знаю Ребят Кого тут Очень легко Очень легко Ну давай Попробуем Так Раз у нас Очень легко А ну-ка Вдвоем Да На одного Ах вы Хитрожопые Ну-ка На смешку Что-то Марио Ты здесь Как-то Не особо Хорош Хм О Малорик Успокойся Ты Крит Удар Когда Критовка Ребят Проходит Это вообще Убер Сразу же В здоровье Можно Убрать У него Так Науворот Мы с вами Сделали Давай-ка Вот этой Дубинкой Попробуем Упс Неплохо Я вам скажу Бомбит Она На раз Два Разбираем Так А это Крит Удар Минус 266 Здоровье Вы представляете С удара Так Тут Ах По-тихому Мы не можем Ладно Будем тогда Бомбить Напрямую Слушайте И вы посмотрите У Андрея Очень много Здоровья То есть Живучая Девочка А ну-ка Так вот Если Бердашкой Да Да что Ты Слушай Какой-то Крит Крит Нам достался Ага Двигаемся Далее Так Тут у нас Тишина Давай-ка Мы Подхиляемся Первую помощь Сделали Хм Значит Только сюда Можем идти Ладно Давай Агилар Нет Погоди-ка Секундочку Давай-ка Лучше Агилара Возьмем Ну-ка Так Ай-яй-яй Чуть-чуть Не добил Во Наверх Слушайте Здесь можно Подшмок По крайней мере Первого Убрать Но с тем Подраться Ладно Так уж и сделаем Минус А этот Не идет Что-то Я думал Побежит Но он что-то Не стал бежать Поэтому Зря Зря Ребят Так Наверх Нам Бесполезно Нам нужно Сюда Ой Дай ему крышка 95% На убийство Ребят Все По тихой грусти И Припасы Вот они Вот мы и украли у них У афинян Эти припасы Задание завершено Слушайте А мне нравятся Вот такие вот события Очень даже Прикольные Какое-то разнообразие Ребята Так Задание завершено На 3 звезды Близ Как всегда Мы открыли И выполнили Нехватку припасов Тут еще деньги дают И Как говорится Кодексы на обучение Так И что же у нас Дальше По прогнозу дня 11 уровень Тут их Ого Тут еще и по главам Все Ну дальше-то нам не протеет Однозначно Там Слишком большие уровни А вот этот Я думаю Что сможем Вполне Затащить Здесь значит Нужны нам Бойцы Да И ассасины Так Бойцы Блин Они у меня все покоцанные Ой-ой-ой-ой Беатрис Так у нее ничего нету Даже Она не одетая у меня Так Тарика И Еще надо нам взять Агилар Это 100% нам Нужен Потому что он Крутой Может максима взять А? Или хами Да? Клаудио Клаудио Мм Давай может быть Клаудио возьмем Да ребят Погоди-ка По мощам не проходит Да? Ага Понятно Максима тоже не проходит Эй Что за дело Я не понял А кто у меня Сколько там нужно Я не пойму Не показывают Ребят Я просто не посмотрел Хм Ясно Тут тоже не шаша Так Ну эти у нас слабенькие Алонса Тоже не проходит Ребят Наверное Нужно где-то За 400 Да? Или около того Только в этом случае Он у нас Прокатит Все это дело Так Даже Даже хорха Не идет Смотрите ребят А Все Понял 420 мощей Нужно 420 Так Давайте-ка Да Е-мое Воу Я уже на 21 месте Неплохо растем Упс Забираем здесь Следующая награда Будет ДНК Какой-то Ассасинки Это хорошо Так Ну что 420 мощей Ребята Давайте-ка мы сейчас Кое-что с вами здесь Забрали Задание Выполнили Давай-ка Заберем Ревард свой 310 опыта Ох Ребята Скоро мы с вами 11 уровень Штаба получим И это будет Круто Так А здесь что у нас В магазинчике Наверное Бесплатный куб Да? Откатился Или нет Так Ага Ну это мы Ребята с вами Обязательно купим Кодексы И материалы Деньги пока позволяют Так что Ничего страшного А вот Хеликс я тратить Не буду Он мне самому нужен Так Что у нас тут опять В магазине что-то Не понял Мы же вроде бы А Ну да Куб-то ДНК-то Забыли с вами Активировать Причем даже 2 Хм А ну-ка Давай посмотрим Так Кодексы Одно ДНК И еще 2 ДНК На Матео Слушайте Ну неплохо Я считаю И давайте еще Один куб ДНК С вами вскроем Так Бесплатно Крутись Хоть бы Фортанул А Дали бы мне Кого-нибудь Было бы хорошо Так Понял Оу Ничего себе Ого Доминго Де Латоро Хм Таких даже И не видел Давайте По-баренькому Еще один Куб Откроем Пока есть Такая возможность У нас Ну Надеюсь Повезет Ага Тарик 10 ДНК Слушайте Ну что же Юсуф Какой-то Нам выпал 5 ДНК На него Ладно Это все-таки Хорошо Но мы Наверное С вами Ребятушки Пойдем Дальше Так что У нас тут По задачам Оу Забираем Конечно же Это все Когда ребята Выполняете Вот эти все Задачи Вам будет Доступен Самый верхний Приз А он Довольно Вкусный Там и Хеликс Там и Бутылки С лечением И куча Опыта Дается Так что Есть Аризон Все задания Сделать Это у вас Займет Ну буквально Там Минут Десять Не больше Кого бы Нам ребята С вами Отправить На учебу А У нас Один Стурый То есть Давай-ка Матео Посмотрим Мм Неплохо Я вам скажу Поехал Пускай Займется Тренировками Так Ну да Двухзвездочный Ну что же Пускай носит Мне не жалко Ребят Вот только Нет у нее Конечно еще Брони И аксессуаров Нету Если нам Это сделать То у нее Сразу Мощей Это будет В разы Больше Так А свободных Шмоток У нас Нету Нам обязательно Нужно Крафтить А вот Насчет Крафта Я немножко Сомневаюсь Потому что Не уверен Что у нас Есть ресурсы Для этого Дела Так Забираем Здесь тоже Отлично Слушайте Совсем Немножко Осталось Ребята И 12 уровень Штаба У нас В кармане Так Кодексы Мы заработали Давайте еще С вами Поставим Сразу же Пускай Он Ребята Добывает Кодексы Нам всегда Нужны Потому что Мы постоянно Будем с вами Тренировать Наших ассасинов И без них Никуда И к тому же Их нужно Очень и очень Много Ничего себе 5 часов 30 минут Он будет делать Это немало Времени Да Уйдет Вот так Что я хотел Я уже забыл Что-то хотел Блин С этими кодексами Сбился А ну да По моему Я хотел Ребята Что-то Скрафтить У меня Либо аксессуары Да Либо броню Ну давай Посмотрим Броню Так Она носит У нас Слушайте Я могу Сделать Плащик Например Вот этот Да На ловкость Как раз Наверное Я думаю Сгодится А заниматься Этим будет У нас Атарик Потому что Он по моему Самый Подкованный В этом деле Круче его у нас Да Никого нету Так что Тарик Извини Придется себе Поработать Всего-то лишь Две минуты Ё-моё Не перетрудится Согласитесь Так Ну что Нам надо Как-то с вами Ребята Или подождать Маленько Или уже Как говорится Бежать Вместим Из хранилища У нас 200 предметов Можно в хранилище Ребята Держать А у меня Всего 13 Так что Нам еще тут Развиваться И развиваться Так Давай посмотрим Кого мы Можем сюда Ребята С вами отправить Константу Слушай А почему бы Нет Давай-ка Мы Попробуем Так Одинсто уровень Поднять Хватит у нас Кодексов О Хватило Отлично Сколько она будет Ну 49 минут Почти 50 минут Ребята Она будет Тренироваться Ладно Ну а я на этой ноте Пожалуй Буду завершать Этот видосик Всем большое Спасибо за просмотр С вами был Рэй Увидимся В следующих сериях И продолжим играть В эту игру Всем пока И удачи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok